всем привет и мы продолжаем рубрику канала под названием сколько масштабных моделей дип моделс можно приобрести за 100 тысяч рублей и сегодня я вам покажу советский автобус пас 652 который копирует прототип 60 года выпуска эта модель была довольно продолжительное время в продаже дип подобный автобус выпустил в четырех вариантах окраски первоначально рекомендованная розничная цена на это изделие составляла порядка 9000 рублей если быть точным 8750 одно время эти автобусы продавали с хорошей скидкой цена все равно была довольно высокой но значительно дешевле чем первоначальная рекомендованная розничная и свой автобус я взял за 5999 рублей этих денег модель стоит но вот что касается 9000 здесь у меня есть сомнения и постараюсь вам объяснить почему я считаю модель изначально не стоила 9000 упаковка на этой модели точно такая же как и на других изделиях от этого бренда все выдержано в классическом стиле темно-зеленая коробочка с логотипом дип снизу есть наклейка с номером артикула по которому вы можете найти эту модель в интернете павловский автобус тип 652 маршрут одесса заказной если рассматривать цвет то он не самый удачный в палитре пазиков конечно красный цвет смотрится очень эффектно но на его фоне сливается задняя светотехника и в этом плане лучше приобрести автобус темно-синий зеленый или белый тогда отчетливо будут видны задние фонари с автобусом также поставляется сертификат с уникальным порядковым номером тираж этих моделей составляет 300 экземпляров у меня машина под номером 154 и здесь также есть маленькая фотография с прототипом конечно сложно рассмотреть автобус но отчетливо видна корма с регистрационными номерными знаками и можно с уверенностью сказать что dip брал образ масштабной копии именно с этого прототипа здесь также прилагается воздушный страховочный мешок и в этом плане мне очень нравится упаковка у производителя dipmodels ни одной модели ко мне не пришло с повреждениями и бывают случаи когда у премиальных брендов не очень продумана упаковка и например когда приходит модель то у нее обязательно будет поколотый бокс или что-то отвалится в этом плане у dip все в порядке и автобус довольно тяжелый несмотря на то что у него пластиковый корпус здесь металлическое днище конечно можно было сделать корпус автобуса из металла но я думаю dip выбрал именно такой подход чтобы лучше проливались довольно сложные элементы к покраске тоже особых вопросов нет автобус покрашен довольно аккуратно нет мусора в краске и лакокрасочное покрытие здесь нанесено довольно тонким слоем но вот главная проблема это нанесение декали например белые полосы здесь наклеены не очень аккуратно есть воздушные пузырьки и в принципе вот такие элементы лучше тоже наносить краской просто это будет дороже dip видимо решил на этом моменте сэкономить если просто окрашивать деталь в другой цвет то нужно будет делать довольно сложную маску и конечно здесь главную роль играет мастерство маляра и в принципе здесь вот такой самый простой вариант также есть небольшие нахлесты на декалях на этом автобусе таких моментов особо нет но вот у меня автобус другой схеме окраски там отчетливо видны нахлесты между разными частями декали и также если посмотреть на водительскую сторону здесь серебристая декаль тоже расположена не на своем месте она сдвинута вперед на 2 миллиметра и конечно в таком самом сегменте вот такие мелкие ляпы я считаю это совершенно недопустимое явление что касается салона то он прекрасно проработан каждое сиденье окрашено все аккуратно установлено на свои места еще один момент который мне очень нравится то что дип изобразил расшивку на внутренней части дверей и мало кто из производителей уделяет этому особое внимание прекрасно проработано остекление каждая стеклышко аккуратно окрашена и в этом плане такие элементы смотрятся тоже выигрышней чем у ранних моделей от classic bass где стекла были утоплены из себя представляли просто один сплошной элемент или например модели из журнальной серии от советского автобуса ну и также модели ручной работы также есть некоторые вопросы по оформлению интерьера передней части и панель приборов смотрится очень просто и этот элемент можно было сделать как-то аккуратней во всяком случае его хотя бы можно было окрасить здесь такое ощущение что это просто неокрашенная деталь прекрасно проработана светотехника на фарах есть рассеиватели осветительная техника установлена тоже более-менее аккуратно решеточки здесь из фототравления также просматривается вентилятор охлаждения прекрасно сделан шильдик паз также хорошо смотрятся номерные знаки мы видим дворники из фототравления установлены также зеркала заднего вида и на крыше есть маленькие габаритные огни по поводу геометрии корпуса уже было тоже много сказано есть недочеты но я думаю что это самая скажем так лучшая копия которую мог достичь дип потому что модели дип разрабатывает в россии а собирают их в китае и можно делать разработку модели и в китае но это будет стоить намного дороже например если сделать мастер-модель такого автобуса чисто в китае то я думаю она будет стоить порядка трех тысяч долларов поэтому производители экономят и разрабатывают модели своими силами у машины также поворотный передний мост колесики здесь на шарикоподшипниках они прекрасно вращаются хорошо сделаны колесные диски и прекрасно проработаны покрышки что касается задней части то об этом я уже говорил здесь осветительная техника сливается с цветом корпуса автобуса и конечно в этом плане хорошо бы или изменить схему окраски чтобы например осветительная техника была на белой подложке или например автобус покрасить другой цвет но повторюсь этот автобус сделался по конкретному прототипу поэтому что есть то есть также присутствует выпускная система и у модели на подставке есть металлический шильдик на котором продублирован уникальный порядковый номер также есть логотип артикул и наименование автобуса и для сравнения я вам покажу еще один пазик который возможно многие из вас уже видели в одном из моих видеороликов и автобусы друг от друга отличаются большому счету только схемой окраски и сложно сказать в каком варианте мне автобус нравится больше у меня в коллекции есть еще темно зеленый автобус у него по большому счету борта точно такие же как на красном варианте только сзади немножко по-другому сделан второй вариант окраски а здесь получается белая полоса намного шире и немножко другой дизайн полос но синий автобус тоже очень интересно смотрится у него тираж чуть меньше чем у красного варианта эти автобусы выпущены в количестве 240 экземпляров и также здесь на водительской двери есть вот такие интересные звездочки честно сказать что эти звездочки означают я не знаю если вы в курсе напишите в комментариях будет интересно узнать у этого автобуса есть некоторые замечания к качеству сборки например если посмотреть в салон то видны вот в этом месте пятна клея как раз где расшивка дверок и там не очень аккуратно приклеен поручень и конечно если присматриваться то вот этот небольшой косячок очень сильно портит вид от этой прекрасной модели и его подправить будет практически нереально потому что разобрать эту модель я думаю особо не представляется возможным там наверняка днище вклеено если даже открутить крепежные винты то я думаю нижняя часть не отсоединится от корпуса модели ну и другие мелкие недочеты которых можно было бы избежать при проектировании например если посмотреть на правую колесную арку то внутри мы видим коричневую деталь это ножка от сиденья и почему сделали вот именно такое расположение детали почему нельзя было ее или сделать другой формы чтобы она не торчала из колесной арки или хотя бы подкрасить ее черной краской тоже для меня остается загадкой так что в целом модель хорошая но есть много замечаний и моя главная претензия к этим изделиям это качество сборки я считаю что за цену 9000 рублей модель должна быть ну во всяком случае в плане сборки идеально у нее не должно быть пузырьков воздуха не должно быть криво наклеенных деталей должна быть безупречная покраска и качество сборки тогда за эту модель можно отдать такую большую сумму и пишите ваши комментарии понравился ли вам показанный автобус если у вас коллекции подобная техника и в каком варианте окраски возможно вы приобрели пас 652 в свою коллекцию если вам понравился этот видеоролик не забывайте поддержать его лайком также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке и жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале и на сегодня это все до новых встреч пока